Ирина Журавлёва В итоге, как отметила потерпевшая, оказалось, что эта территория в 2016 году не принадлежала рынку новой. А позже Карен Аганесян оформил эту землю на свою супругу, после чего поменял на торговом объекте замки. Он оформил землю под себя, и получается, что дом, ну, строение капитальное, которое выстроило, он сейчас говорит, что это уже его строение, оно принадлежит ему. При этом Ирина Журавлёва не понимает, как департамент земельных ресурсов Мариупольского городского совета мог дать Карену Аганесяну разрешение на данную землю. «Человек не оформил документы, а уже начал строительство. Он уже практически весь рынок выстроил, а потом только оформил документы. То есть, получается, здесь очень большая заинтересованность. Я так думаю, что в управлении земельных ресурсов, которые просто помогают Аганесяну». По словам потерпевшей, она просила директора рынка вернуть деньги, потраченные на строительство, но тот отказался. Позже она подала заявление в полицию, но правоохранительные органы бездействуют. По словам Карена Аганесяна, Ирина Журавлёва была его соседкой и сама попросила помощи в поиске работы, и он предоставил ей участок на рынке. Карен Аганесян заявил, что после строительства торгового объекта она начала требовать с него денег в десятикратном размере и большую площадь, чем это было оговорено в начале. «Значит, дело незаконно идти в паспорт. Земля находится в аренде у меня. Я эту землю использую до сих пор. Не платят. Пришла ко мне, сказала, вот я поставила, ты должен у меня купить на пять дороже. Я говорю, я пять дороже, ты пришла здесь заниматься предпринимательством или бизнесом заниматься? Ну, предпринимательством. Ты у меня купишь. Я у тебя не куплю на десять дорого. Вот я тебе жизнь испорчу. Сейчас претендует, она претендует на всю земельную участок, аж сюда. Она пришла не утверждать, только просит свою. Она просит вот всю землю. Хочет автоматически. Пришла поставить три контейнера и хочет стать хозяйкой рынка, который я здесь с нуля, из грязи, так скажем, из грязи, своими руками, каждую мелочь, каждую ФМ-ку своими руками создал». Специалист земельных отношений городского совета Ирина Сергеенко отметила, что на данный момент рынок оформлен на жену Крына Аганесяна. Территория, где расположен злополучный торговый объект, принадлежит рынку, а документы на участок у потерпевшей не оформлены. По словам Ирины Сергеенко, данный вопрос должен решаться в судебном порядке. На земельный участок у нее дают... К слову, по словам Ирины Журавлевой, после того, как журналисты и представители городской власти ушли, Крын Аганесян предложил ей возместить деньги за строительство торгового объекта.